Очевидным является тот факт, что господин Лешко за несколько часов до принятия бюджета на одном из телевизионных каналов заявил, что мы этот бюджет не будем принимать ни за что. Дальше из средств массовой информации я узнал, что один депутат расписал процедурно, как менялась позиция господина Лешка. В том числе есть предположение, что торг происходил за миллиард гривен или за 700 миллионов гривен. И дальше из УЗ премьер-министра было сказано, что мы профинансируем на эту статью расходов 400 миллионов гривен. И фракция Лешко все как один дружно проголосовали за принятие бюджета. Безусловно, мы говорим о том, что пожарное депо или предприятие, которое закупало пожарные машины, и наведен расчет, что стоимость одного автомобиля для пожаротушения порядка 20 миллионов гривен. А 20 автомобилей на 20 миллионов – это вот и есть искомая сумма. То, что творится вообще в Верховном Совете при принятии бюджета – это нарушение всяческих процедур. Если мы говорим за политическую коррупцию, то принятие бюджета, само то, что было представлено обществу, все, что мы с вами видели, у нас есть бюджетный кодекс, у нас есть целая процедура, которая расписана, кто что должен делать, когда Минфин должен подать бюджетную резолюцию, кто должен рассмотреть. То есть процедура вся выписана. Это все депутаты, прошу прощения, вместе с правительством выбросили в урну. Это все для нас с вами, для простых граждан. Мы должны соблюдать процедуры, мы должны смотреть, мы должны заявлять, мы должны декларировать, а для них это не касается. То есть полностью была нарушена процедура принятия самого бюджетного кодекса. Дальше, по сути, была нарушена процедура голосования. В СМИ полно фотографий, где мы видим, человек как на фортепиано играет, там 3-4 кнопки нажимает или там 8 кнопок. То есть нарушена процедура голосования. И вот по этим всем моментам, нарушение процедуры принятия, нарушение процедуры голосования, а также по факту голосования Лешка, мы можем утверждать или предполагать, что сам бюджет весь был принят абсолютно с нарушением всех коррупционных нор. То есть априори, то, что мы видим, принятие бюджета, мы можем предполагать, что это абсолютно антикоррупционный документ.